Молодежная хоккейная лига еще толком не подвела итоги ушедшего сезона, а в головах руководителей уже мысли о сезоне будущем. Фотосессию для имиджевой рекламы МХЛ на следующий год решили не откладывать на лето, а провести сейчас. Логика проста. Чем раньше провести съемки, тем раньше будет готова реклама. Чем раньше будет готова реклама, тем больше людей узнают о лиге и о юницах, которых, к слову, в этом году целых четыре. Кристерс Будлевский, с которого как раз мы сейчас снимаем, Кристерс представляет Латвию, Петр Хрушко представляет, соответственно, Словакию, Никита Феоктистов представляет белорусскую команду и Женя Григоренко представляет российскую команду. Мы взяли четырех ребят и показываем, что наша лига большая, в ней несколько стран. Для Кристерса, Никиты, Евгения и Петра это, наверное, самый сложный день в их послесезонных каникулах. Подъем в шесть утра и двенадцать часов подряд позирования и улыбок перед камерой фотографа. Достаточно интересно. Немножко устали уже, потому что шести часов утра на ногах. Все эти прически делали, там костюмы все выбирали, набирали сюда вот так. Ну, немножко устало сказано. На самом деле, классно, очень интересно. Самую западную команду молодежной хоккейной лиги «Татарские волки» представляет пока единственный ее игрок – Петр Грушко. Об остальном составе словацкой команды пока мало что известно. Только то, что, собственно, словаков в ней будет около 70%. Мы с точки зрения менеджмента, мы уверены, что все будет хорошо. С точки зрения команды, игровых качеств, давайте подождем, кого команда заявит. Сейчас идет отбор игроков, и Роман Славчев, генеральный директор, уже сказал, что 70% игроков будут представлять Словакию, а 30% будут представлять другие страны. Там, возможно, появление и россиян, и чехов, и ребят из Латвии. То есть, мне кажется, надо просто подождать первых матчей. На весь следующий сезон эти четыре парня будут официально представлять своими лицами молодежную хоккейную лигу, в отличных филобордах, в видеоблогих журналов и рекламных листов.